МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире РЕН-ТВ. Здравствуйте о важном в городе, области и стране в ближайшие 20 минут. С вами Александр Криволапов. Новые подробности в тройном убийстве. Следователи просят помощи. Без права на проживание в купленном доме суд решает судьбу семьи. Бешенство в Оренбурге стало еще опаснее, куда делись спасительные вакцины. Вождь исчезает и не возвращается тенденции в городах Оренбуржья. Об этом далее подробнее. Следователи просят о помощи в расследовании тройного убийства. Все еще продолжаются поиски убийц семьи крупного бизнесмена в прошлом руководителя Оренбургского отделения Южноуральской железной дороги Андрея Бахарева. Напомним, все произошло в понедельник утром в доме по улице Самарской поселка Ростыша-2. От рук преступников погибли 58-летний бизнесмен, его супруга и приехавший за ними водитель. Почти сразу в сети появились кадры, как трое предполагаемых преступников уходят с места преступления. Следственный комитет просит граждан, которые проезжали по загородному шоссе в понедельник с 6 утра 45 минут до 7 часов в районе горы Качкарка с просьбой предоставить органам следствия видеозаписи с видеорегистраторов. Вероятно, преступники приехали к Бахаревым около 7 утра. В тот день семья собиралась вылетать на отдых. Приехавший за ними водитель стал третьей случайной жертвой. По данным из источников, близких к правоохранительным органам, Андрей Бахарев был убит ножом в сердце. На месте преступления преступники бросили деньги. Следователи отрабатывают несколько версий, правда, пока не называют их, но не исключают и профессиональный мотив. В последние годы Андрей Бахарев возглавлял оренбургский филиал «Газпромтранс» и был членом общественного совета. Напомним, к общественности с просьбой о помощи и предоставлением видеозаписи следователи обращались после еще одного резонансного убийства, когда во дворе многоэтажек по улице Луговой был убит предприниматель и его 7-летний сын. Оренбургцы, шокированные жестокими преступлениями, активно откликнулись, но, к сожалению, до сих пор преступников не поймали. С погодой не подфартило, но место выбрано символично. 14-й бизнес-форум «Город бизнесу» в этом году решили провести на открытом воздухе. Стенды, лотки с продукцией различных компаний разместили на набережной Урала. Начиная от площади возле музея и заканчивая у памятника Чкалова работала ярмарка местных производителей. Отдельный ряд организован для банковских консультаций. Начиная с самого открытия форума здесь было многолюдно, но посетители ежили от холода и радовались каждому появлению солнца из-за туч. После работы начали работать круглые столы, и эта часть форума проходила на самой набережной. Отметим, впервые бизнес-форум проходит в таком формате не где-то в торговом комплексе, а на улице. Не исключено, что место для мероприятия выбрано не случайно. Возможно, так пытаются найти нового инвестора для ремонта спуска к Уралу. Ушел на рыбалку, нашли спустя пять дней. В Багушланском районе возле села Баймакова рыбачили двое мужчин. Еще 16 мая их лодка перевернулась. Решили, что выбираться будут по одиночке. В итоге до стана добрался лишь один. Начались поиски пропавшего, однако тело утонувшего рыбака обнаружили водолазы спустя пять дней. Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности на водоемах. Особенно это актуально, когда начнется купальный сезон. Теперь о происшествиях на дорогах, преступлениях и обмане. Рубрика «Ориентировка» продолжит выпуск. Пенсионерка с косой спровоцировала ДТП. Все произошло на Нежинском шоссе. На кадрах видеорегистратора видно, как красный лифант двигается в потоке. Впереди него резко затормозил автомобиль «Рено». Чтобы уйти от столкновений, водитель красного автомобиля свернул влево. В этот момент возле отбойника находилась пожилая женщина. Сильный удар, и в результате машина буквально запрыгнула на впереди стоящий автомобиль. Пешеход получила травмы. Пожилую женщину госпитализировали. Пенсионерка, скорее всего, шла на дачу. В руке у нее была коса. Очевидцы позже рассказали, что первый автомобиль затормозил, потому что собака выбежала на дорогу. Но теперь все детали происшествия выясняют полицейские. Разбираются они и в ночной аварии на проспекте Гагарина. «Шевроле» въехал в опору «Лэб». Водитель на большой скорости не справился с управлением, наехал на бордюр и его отбросило в столб. Мужчине потребовалось помощи, его отправили в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Убийство во время пьяных посиделок. В Центральном суде Оренбурга началось рассмотрение дела о жестоком преступлении, которое произошло в марте этого года. Вечер с горячительными напитками закончился трагедией. Подсудимый нанес несколько смертельных ударов своему товарищу. В ходе совместного распития спиртных напитков и ссоры с ранее ему знакомым Мамадказиным, возникшие внезапно на почве личных неприятных отношений, действуя умышленным, нанес Мамадказиным не менее одного удара рукой в область жизненно важного органа головы, не менее одного удара рукой в область передней поверхности грудной клетки и не менее одного удара левой ногой по ногам Мамадказина, а чего последний упал на пол. После чего, вооружившись при исканном на месте преступлении кухонным ножом, нанес потерпевшему указанным ножом пять ударов в область передней поверхности грудной клетки. В результате ранений потерпевший скончался. Подсудимому грозит до 15 лет тюрьмы. Он свою вину не признает, от показаний отказывается. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время суд вынесет приговор. В Оренбурге полицейские возбудили уголовное дело на потребительский кооператив «Семейная копилка». Нашли признаки мошенничества. Правоохранители провели обыски, были изъяты техника, деньги и документы. И только после того, как в полицию поступило 118 заявлений от оренбуржцев. Сейчас подсчитана сумма предварительного ущерба – более 48 миллионов рублей. Выяснилось, что в начале апреля компания прекратила выплаты по процентам, а вложенные деньги гражданам так и не были возвращены. Кооператив остановил свою деятельность, а ее руководители скрылись. Теперь ведут их розыск в рамках уголовного дела. Непосильная ноша. В Оренбурге мать с двумя малолетними детьми за долги по ипотеке выселяют из квартиры. Во время декретного отпуска женщина не смогла платить по кредиту. Теперь банк через суд требует, чтобы заемщица покинула помещение, а также снялась с регистрационного учета. Оксана Хисамудинова в 2014 году оформила в ипотеку однокомнатную квартиру. На тот момент у женщины уже был один маленький ребенок. Но регулярно платить по кредиту в какой-то момент семья не смогла, поэтому стал копиться долг. Проблема возникла. Развод. 7 тысяч в месяц вы платили. И просто в один момент вы не смогли уже потянуть эти затраты. Вы просто перестали платить или уведомили банк о том, что… Нет, просто. Просто перестала. Это и стало той самой точкой невозврата. Женщина не сообщила банку о тяжелой финансовой ситуации. А кредитная организация сама не предложила реструктуризацию. Обратил суд о расторжении договора. В 2016 году официально собственником квартиры стал Сбербанк. Квадратные метры они пытались пустить с молотка, но недвижимость никто не купил. Теперь хотят, чтобы заемщица освободила жилплощадь. Право пользы на квартиру прекратилось в 2016 году. Прошло довольно много времени, можно было решить этот вопрос. Также просим выселить ответчиков с квартиры. У женщины полтора года назад родился еще один ребенок от гражданского мужа. Но положение семьи не улучшилось. Сейчас она находится в декрете. И если их выселить, то они окажутся просто на улице. В Англию куда идти? Нет, я просто не знаю, действительно, куда идти. Мне никуда. Гособвинитель поддержал позицию банка, так как юридические требования обоснованы. Но, тем не менее, попросил об отсрочке выселения для женщины. Пауз Бирбанк не самая бедная организация в Российской Федерации. Я думаю, ничего страшного не произойдет, если некоторое время ответчики поживут в спорном жилом помещении, пытаясь разрешить вопрос о своем жилье. Квартиру, которая перешла банку, по закону вернуть женщина уже не сможет. Но право ей пользоваться у нее может быть, пока ребенку не исполнится два с половиной года. Такой вердикт вынесла судья. Исковые требования Пауз Бирбанк в лице филиала. Пауз Бирбанк Оренбургское отделение номер 8623. О прекращении права пользования жилым помещением, выселении с занимаемого жилого помещения, снятия с регистрационного учета удовлетворить. Предоставить отсрочку до 29 мая 2020 года. Потеря жилья, купленного в ипотеку, не редкость, отмечают юристы. Не все сразу могут оценить исполнение взятых на себя обязательств. Однако банкам невыгодно сразу лишать квадратных метров заемщиков. Эксперты советуют в подобных ситуациях вести диалог с кредитной организацией, не пропадать, а пытаться добиться реструктуризации. Также при незаконном ипотечных каникулах воспользоваться им могут те, кто потерял работу, и те, у кого резко сократился доход. Вот впереди короткая реклама, после нее продолжим выпуск. И вновь к новостям. Спасать от бешенства нечем. Аукционы безуспешны. В Орске нет вакцины против тяжелого заболевания. И тем пациентам, которых покусали животные, предлагают просто надеяться на высшие силы. Наши урожские коллеги встретились с пострадавшими. Ирина Спирина обратилась в травмпункт после того, как ее укусила соседская собака. Женщина поделилась, что в результате ее шокировала беседа с врачом. Делали укол от столбника и сказали, что прививки нет. И сказали следить за собакой. Через два дня собака сдохла. Мы сообщили в травмпункт. Меня послали в Умазовскую больницу. Положили на сутки. Сделали ему глоболин и две прививки от бешенства. Сегодня должна быть третья прививка. Но я пошла в травмпункт, обратилась. Они сказали, что прививок нет. Я говорю, а что делать? Это же опасно. Он говорит, да, она не лечится. Помирать. Похожий ответ то ли в шутку, то ли всерьез услышал Евгений Вадимирцев. Мужчину укусила кошка и ему вакцина не досталась. Возможен шанс, что будет вирус бешенства, который не лечится. От него может быть летальный исход. Но, к сожалению, у нас нет вакцины. Нет вакцины, как он сказал, по всей Оренбургской области. И мы не можем оказать тебе помощь. Руководство травмпункта ответило жителям, что вакцины от бешенства нет. Не то, что в Оренбургской области. Нет ее даже в Москве. Минздраве области подтвердили, что с поставками антирабической вакцины проблемы. На своем официальном сайте пишут, что с начала года в области четырежды объявлялись аукционы на поставку вакцины в количестве 7500 доз, которые были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия предложений от поставщиков. Сейчас объявлен новый конкурс. Поставки ожидают лишь в конце мая. Закуплено всего 150 доз для экстренной помощи. И завезли иммуноглобулин, который можно использовать в некоторых случаях. Его запаса хватит на полгода. Считаются ли случаи арчан экстренными и стоит ли их привить имеющимся в области вакцинами, в Минздраве не поясняют. Родственникам разрешат посещать пациентов, находящихся в реанимации. Государственная дума сегодня приняла закон, обязывающий медицинские учреждения предоставлять доступ для родных, а также создавать условия для таких визитов. Сейчас доступ к пациентам в реанимациях является жестом доброй воли главврача. Но чаще все же людей не пускают в палату интенсивной терапии. Теперь у родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. Согласно документу, определять порядок допуска родственников будет Минздрав. При этом ведомство будет учитывать состояние больного, соблюдение противоэпидемического режима и интересов тех, кто работает или находится в больнице. Ленина уходит и не торопится вернуться. Сегодня исполнился ровно год, как начались проблемы с так называемым маленьким Лениным в сквере на Советской. В этот же день, несколько лет назад, Ильич бесследно пропал Ивборский. А в Оренбурге бюст вождя мирового пролетариата внезапно появился у одной из центральных магистралей города. Что происходит с главным строителем коммунизма, мы попытались выяснить. Прошел ровно год, как под Ильичем в сквере Ленин зашатала земля, вернее разрушился постамент. Его сначала огородили зеленым забором, а после и вовсе демонтировали. А в былом виде напоминают лишь фотографии. На один из самых первых в мире памятников Ленина оренбургские рабочие собрали 10 тысяч новых червонцев. Его изготовили в мастерских ленинградского художественного училища в 1925 году. О том, что маленький Ленин выполнил натуральную величину, это миф. При жизни Владимир Ильич был ростом 155 сантиметров. Скульптор Козлов увеличил на 12 сантиметров, за что чуть не поплатился. Спасло объяснение в НКВД. Монумент должен соответствовать статусу фигуры самого вождя, сказал творец. Сегодня вождя нет, и оренбургцев терзают смутные сомнения. Мне кажется, не вернется. Вот у меня такое ощущение. Что-то здесь очередное возвистнуть, может быть, вазон какой-нибудь поставить с цветами, этого будет достаточно. Вполне возможно, что и не вернется. Даже так. А жаль. Потому что в конечном итоге его поставили. Человек так или иначе в нашей жизни, ну, в жизни государства делал много. Кто это будет ремонтировать вообще? Где он? Что происходит сейчас? Интересно было бы знать. Бронзовый лич из сквера Ленин уже почти год, как скрыт от людских глаз, находится вот здесь, за этим забором на ответственном хранении. И попасть туда не так-то просто. Приказ никого не пускай. Приказ никого не пускай. Забрали фигуру. Во-первых, он не пускай. Я не пускай. Он для вождя мирового пролетариата прищуром встречает и провожает горожан. Некоторые из которых подходят к Ленину и делают с ним селфи, а позже размещают в социальных сетях. Шеф где-то лучше поставили. Он заколебал. Я уже не знаю, когда его заберут. Я не знаю, прикол какой. Мне лично их не нравится. В советскую эпоху были тысячи бронзовых бетонных фигур Ильича. Стояли Ленины в каждом кабинете партийного функционера. Сегодня они практически все ушли в небытие, а кто и на свалку истории. Однако порой возвращаются в необычных местах. Может вообще и надо никому вставить память. Зачем? Если потом приходит кто-то и начинает сносить и поносить и тому подобное. Местным властям для поправки бюджетов разрешат штрафовать водителей и нарушителей, а для этого откроют федеральную базу МВД видеоданных об автомобилистах. Соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению Государственной Думы, сообщает Российская газета. Муниципалитеты наделят правом возбуждать административные дела и устанавливать штрафы по таким нарушениям, к примеру, как парковка на газонах, неоплата платной парковки, нарушение правил остановки и стоянки. Чтобы исполнять свои полномочия, службам мэрии необходим доступ к базе данных ГИБДД о владельцах транспортных средств. Нарушения выявляются камерой видеофиксации в автоматическом режиме. Известен только номер автомобиля, а кого привлекать к ответственности за нарушения непонятно. Доступ к базе данных ГИБДД никто не даст, поэтому местным органам приходилось писать запросы тысячами в сутки. Поправки предусматривают обмен данными в электронном виде по системе межведомственного электронного взаимодействия органов власти. Сейчас и сотрудники ГИБДД порой грешат ошибочными постановлениями. У местных органов власти процент брака крайне высок. Эксперты считают, что перед тем, как кому-то предоставить полномочия, сначала надо обучить персонал и установить ответственность за ошибки, а также упростить систему обжалования постановлений. В Управлении по организации дорожного движения администрации города Оренбурга законопроект считают нужным и долгожданным. В Оренбурге автомобилисты нередко заезжают на газоны, портят бордюры, ездят по обочинам, паркуются чуть ли не в подъездах, а привлечь к ответственности практически невозможно. В Оренбурге 6 лет назад был создан Центр по организации дорожного движения, который с успехом мог бы перенять столичный опыт и осуществлять административное наказание нарушителей. Тем более, что у сокращенного ГИБДД сил на всех нарушителей не хватает, уточнил Сергей Прошин. Итальянские макароны из Орска. Посетители одного из ресторанов рискуют получить кирпич на голову, и детский праздник получился слишком шумным. Дежурный по городу Александр Жарков расскажет обо всем подробнее. Наверное, зря мы редко поднимаем голову и смотрим, что находится над нами. А вот более внимательный телезритель Павел сообщил, что в центре города посетители одного из кафе могут получить кирпичом по голове. Здание дома офицеров, особенно если смотреть со стороны угла Краснознаменной и Советской, выглядит неважно. Окно разбито, остатки стекла держатся на старой раме, а чуть ниже видно, что часть кирпичей уже отвалилась. И, вероятно, это еще не предел. Самое страшное, что отваливаются кирпичи как раз над входом в кафе. Наверное, как часто это у нас бывает, ничего делать здесь не будут до тех пор, пока, не дай бог, кому-нибудь на голову не свалится кирпич. Семейная пара Геннадия и Элина были разочарованы покупкой. Молодые люди, видимо, решили на ужин поесть пасту и купили в перекрестке итальянские макароны. Уже дома посмотрели упаковку и выяснилось, что эти макароны не такие уж и итальянские, а произведены в Ворске. В принципе, это из серии бразильский кофе из Санкт-Петербурга и шампанское из Тольятти. Будьте внимательнее. Далее жалобы от Екатерины. В минувшие выходные с ребенком отправились на Советскую. На так называемой площади Атриум проходил детский праздник. Только вот музыкальное оформление из колонок звучало настолько громко, что приходилось регулярно отходить. Просили убавить музыку, на что услышали. Организаторы не велят. В общем, впечатления набрались на праздники настолько, что сегодня уже вторник, а осадок от детского праздника до сих пор остается. И в завершении информации о находке найден кошелек с деньгами и документами на имя ветерана труда Фаины Александровны Бочкаревой, 46-го года рождения. Если вы знакомы с Фаиной Александровной, передайте ей, пожалуйста, чтобы позвонила к нам в редакцию, а мы ей дадим координаты Елены, которая и сообщила о находке. На этом все. Ждем ваших звонков. Звоните нам в редакцию, делитесь своими наблюдениями и жалобами. И пока это все. До встречи. Не забывайте смотреть нас в интернете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok